Привет, на связи Владимир Коваленко и в этом видео мы с тобой разберем поэтапно, как нужно создавать, записывать видео, все по шагам, с чего начать и чем закончить. Это видео для того, чтобы ты начал развивать свой канал YouTube, для того, чтобы к тебе начали приходить новые партнеры в бизнес. Поэтому смотри, не переключайся, и у тебя будет полная инструкция по шагам. Раз, два, три, четыре, пять. Погнали! Итак, сейчас мы с вами разберем пошаговый план записи видео. Для чего я это решила сделать? Потому что у многих возникает вопрос, как же делать пошагово. Вроде все понятно, но пошагового алгоритма тяжело самому придумать или вывести. Поэтому прямо по шагам здесь я буду вам рассказывать то, что делаю лично я, то, что работает у меня и дает результаты. И надеюсь, что это точно так же принесет пользу вам. Первое, что я делаю, это нужно, конечно, определить тему видео, на которую будете вы снимать. Как это делаем? Делаем это исходя из боли вашей аудитории. То есть то, что наболевшее, на эту тему и мы снимаем. Дальше нужно прописать сценарий. Обязательно всегда пишите сценарий. Не нужно думать о том, что вы красавчики. Ну, конечно, вы красавчики и все хорошо у вас. И память работает. И все. Но бывает такое, что ставишь камеру, включаешь play и все моментально забываешь. Поэтому, чтобы не произошло, и вы, знаете, не упустили моменты, которые хочется донести вашей аудитории, обязательно напишите сценарий. Я прописываю всегда сценарий. И делю запись видео по блокам, то есть по абзацам, по смысловым. Рассказал, выключил, опять прочитал, запомнил, вспомнил, опять нажал, рассказал, закончил запись. Таким образом делаются перебивки. У нас получается видео, мы меняем ракурсы, дальше, ближе, дальше, ближе. И одно такое, не будет оно монотонное, да, когда один план и никаких движений только вы. А так будет меняться постоянно ракурс, это называется перебивки. Тогда видео становится динамичнее и его легче воспринимать интереснее. Дальше мы определяем боль, которую хотят услышать. То есть говорим о боли, которые хотят услышать. Какую основную проблему закрываете? И делаем заголовок, который будет указывать на эту проблему и ее решение. Еще такой вот постскриптум. У каждого видео есть миниатюра, то есть картинка, которую видят в ютубе. Вот в нее и нужно вписать текст, который указывает на эту боль. Потому что первое, что видят, это, конечно же, картинку. А в заголовке, в заголовке, который мы прописываем, название видео в заголовке, мы будем указывать ключевые слова. Потому что по ключевым словам ютуб выдает нам в поиске, то есть когда вас ищут. Здесь именно написать важно ключевые слова. А в миниатюре нужно вписать текст, ну в целом, боли, которые будете освещать в этом видео. Следующий шаг, это обещание подарки. Конечно, вы не в каждое видео сможете пообещать подарок. Но если вы можете и тратить это делать почаще. Смотрите, что мы говорим. Например, слушай, окей, давай так, у меня есть для тебя классный подарок. В конце этого видео тебя он ждет. И я знаю, что это будет для тебя как нельзя, кстати. И ты с этим сможешь решить свой вопрос. Такое-такое-то. Поэтому досмотри это видео до конца. Я дам или расскажу, где забрать подарок. Все, человеку есть стимул, что если вы даете классный контент, если он там без воды, а конкретика и суть, а еще если вы еще даете подарок, он вас будет обнимать, целовать и почаще приходить к вам на канал, смотреть ваши видео. Важно. Важно в первые 5-10 секунд захватить внимание зрителя. Показать его личную боль, проблему или желание. Сделать так, чтобы зритель увидел себя и продолжил просмотр. И показываем свою компетентность, что знаем, как это решить. С первых же кадров дайте причину посмотреть это видео. А многие, наоборот, делают такую ошибку. В начале видео делают заставку свою красивую, как там вылетает имя, фамилия или бренд, или логотип какой-то. Человек такой сел, ему сейчас нужно решить, вот он обратился, у него есть определенная боль. Он обратился в YouTube, вбил. Вылезло ваше видео, он выбрал вас из десятков, из сотни. Нажимает, идут ему красивая заставка. Он хочет быстрее уже понять, что ему нужно делать, а вы ему показываете красоту. Поэтому важно, сначала вы рассказываете суть, о чем будет это видео, захватывайте внимание. А потом, уже после этого, можно ставить небольшую заставочку на секунды 3, чтобы немножко разбавить. И дальше уже, ну скажем так, отградить. Делайте перебивку, где есть заголовок. И дальше уже суть рассказывается, что нужно делать и как. Следующим шагом мы даем алгоритм, что нужно, чтобы решить проблемы, которые мы озвучили. Важно говорить, что нужно сделать, но не как. Если вы говорите как, вы становитесь неинтересны. Здесь я имею в виду следующее, что, конечно же, есть видео, где нам нужно рассказывать как. Не только что, но и как. То есть, куда нажать, что сюда, галочка, кнопочка. Тыкнули, чтобы это такое было. Прямо чек-лист по выполнению, чтобы человек понимал, что зачем. Но такое нужно, конечно, делать нечасто. Потому что, если вы будете постоянно давать алгоритмы, то вы, как говорится, станете неинтересны. Поэтому больше рассказывайте, что нужно делать. Но опять-таки, чтобы это была не вода. Например, вы рассказываете так. Чтобы получить заявки в бизнес, нужно оформить продающую вашу страницу. Фото, описание, нужно определить вашу целевую аудиторию, что ваши предложения были актуальны. Их хотели смотреть, читать. Вам нужно создавать контент. Вам нужно делать его продающий, вовлекающий, развлекающий. Вам нужно написать продающий пост на консультацию или на продажу бизнеса. Нужно генерировать трафик и закрывать на встречу в Skype, или в Zoom, или в мессенджерах. И приводим пример, что к вам на неделю пришла женщина, допустим, это была Марина, с такой-то компанией, с определенной проблемой. Мы проработали 5 пунктов, и у нее сегодня порядка 50 заявок в день. Если вы хотите получить четкую, конкретную рекомендацию, план действий, вы можете сбросить ролик в коллективный чат, или сделать репост, и написать мне, я дам вам чек-лист. Понимаете, да? Если вы здесь расскажете, что нужно делать, то тогда, точнее, как это нужно сделать, тогда к вам потеряется интерес. Поэтому мы здесь говорим, что нужно делать. Вот. Есть же ролики, опять-таки, где нужно рассказывать конкретно по шагам, если это не продающий. Здесь был продающий, где мы вовлекаем людей на консультацию. Поэтому, конечно же, он вам не напишет, если вы сразу рассказали, как. Понимаете? Вот в этом смысл. Нам нужно дать алгоритм, то есть боль и дать решение. В конце мы говорим призыв к действию. То есть, человек так устроен, если ему не сказать, он может этого не делать. Мозги у нас такие. Поэтому всегда нужно дать определенные четкие указания. Скажите, что подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропускать мои новые видео, более интересные такие-то темы. Ну, в общем, вы сами понимаете, для чего, что человеку сказать, чтобы он не пропускал ваши новые видео, что вы там будете давать. Дальше, говорите, нажмите на колокольчик, чтобы узнать о выходе нового видео. Дальше, что говорите, напишите в комментариях, обязательно делайте призыв к действию, чтобы человек поставил не только лайк, не только подписался на канал, но и написал в комментариях. Ваш комментарий должен быть привязан к теме вашего видео. Зачем нам вообще просить ставить лайки и писать комментарии? Это дает нам активность и дает нам больший охват, потому что робот YouTube видит движуху. Ваша задача отвечать на каждый комментарий, который вам оставляют. Конечно, появляется те, кто начинает вас хейтить. Не обращайте на них внимания. Это означает только одно, что вы двигаетесь в правильном направлении. Если вы вовлечетесь в это, тогда там будет полный сервер. Вы будете думать, что вы плохо сделали, хотя вы даете полезное, что мне больше не стоит записывать видео. Вообще не вовлекайтесь. Наоборот, это очень круто. Как пил Тимати, что ваши дизлайки, наоборот, не придают чек в моей компании. Точно так же думайте. Вы больше молодцы, потому что вы уже начали и стали записывать видео. И этого дорогого стоит. И теперь ваше задание. Ваша задача прямо сейчас прописать сценарий видео, которое вы будете снимать сегодня-завтра. Посмотрите, что получается и проработаете. То есть, текст. Дайте какие-то бонусы. Подумайте, что вы можете дать, чтобы сделать больше охват за счет этого. И приступайте непосредственно к выполнению данного задания. Я вам желаю хорошего дня. Я вам желаю хороших видео. Побольше вам подписчиков, лайков, комментариев. С вами был Владимир Ковленко. До скорой встречи. Пока-пока.